До момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз осталось меньше месяца. И с приближением этой даты в республике все чаще задаются вопросом о перспективах вступления в новое объединение. Социологические опросы показывают, что 84% жителей Кыргызстана приветствует вступление в Евразийский экономический союз. Оставшиеся 16% людей говорят о том, что объемы местной экономики просто несоизмеримы по масштабам с российской, казахстанской и белорусской, и конкурировать с ними бесполезно. По мнению аналитиков, этого и не стоит делать. Задача Кыргызстана – найти собственную нишу на евразийском рынке и своего покупателя. Единственным возможным решением этого вопроса является, чтобы в Кыргызстане у нас все-таки формировалось экспортно-ориентированное производство. Только экспортно-ориентированное производство может служить залогом того, что мы вот этим вызовом воспользуемся. В ходе переговоров Кыргызстан добился того, что единые таможенные тарифы начинают действовать не с момента вступления республики в ЕАЭС, а со дня открытия границ. Этот промежуток времени необходим для того, чтобы согласовать возникающие вопросы при перемещении товаров в новых для Кыргызстана условиях. И для того, чтобы быстро решать эти проблемы, необходима горячая линия или телефон доверия. На какой-то период, пускай на полгода или на год даже, должен какой-то оперативный штаб в круглосуточном режиме работать со всеми телефонами, в случае чего, чтобы люди могли оперативно обратиться и им грамотно могли эту ситуацию объяснить. В правительстве все поступающие предложения учитывает. Для того, чтобы минимизировать эти риски, создана специальная программа на период адаптации. Мы проанализировали до 2020 года, какие сектора будут иметь сложности, какие сектора получат преимущества, какие направления в социальные, культурно-образовательные и в других моментах, регионах будут риски. Что нужно делать для того, чтобы снизить риски. У Кабинета министров, на все сомнения, есть один, но, пожалуй, самый весомый аргумент. Плюсов от того, что республика станет частью крупнейшего интеграционного объединения, гораздо больше, чем минусов. Пока Чармашев, Виктор Акуленко, Бишкек, Кыргызстан.